Ежедневный обзор рынка от компании FX4Trader с Евгением Каташовым Всем привет! Сегодня с задержкой. Дикий ливень тут был у нас. Только сейчас решил выйти на улицу. У меня там все еще дрыхнет. Давайте посмотрим, что там в рынке происходит сегодня. Сразу говорю, будет очень короткий обзор. Очень короткий обзор, потому что глобально ничего не изменилось. Поехали. Сначала тенденции, затем точки входа. Евро лонг на текст лонг получили. Фунт среднесрочный лонг. А, ну, кстати, по евро внутридневный шорт. И по фунту тоже внутридневный шорт. Ауди среднесрочный шорт. Навозил среднесрочный шорт. Видим, что в рамках среднесрока разнонаправленные сигналы. Но если использовать внутридневные, то как бы какое-то укрепление доллара США по этим инструментам идет. Разнонаправленность по иене, причем довольно сильная. Ждем паттерн в данном месте на пробой КМ. Доллар канада лонг. Доллар швейцарец разнонаправленный. Золото шорт. Серебро шорт. Нефть шорт. СНП шорт. Насдак разнонаправленность. Сладенькая. И донжон шорт. Вот направление. Погнали по этим направлениям. Поищем точки входа. Для этого переходим на другой график. И смотрим, что у нас здесь. Так, по евро текст лом. В принципе ничего не делаем. Идея в лом как была, так и остается. Ждем уход наверх. Для покупок. И работаем только из нового диапазона выгодных цен. Для продаж. Так как здесь слабая внутридневная. Ждем только за креп ниже, чем зона 1-2. И в будущем работаем вот так вот на продажу. Место, где мы сейчас находимся, очень неплохое. Для будущей точки входа. Здесь объемы контракта у нас перетекли. За вчерашние торги. Вот отсюда. Вот сюда они перетекли. Пока ждем. По толпе за сутки ничего не произошло. Вероятность сбора этих стопов остается в ближайшем скоплении стопиков. Поэтому вероятность еще одного обновления минимума в тестах 1-2 очень высокая. Оно порядка 60%. Стопа. Она же здесь еще и хорошая, это внутридневная. Да, ее можно было бы поработать, если бы не вот эти объемы. Нет, ничего не делаем. Все вот эти две оставляем. Далее фунт. Здесь тоже ничего не поменялось. Ждем паттерн. За вчерашний день вообще движений никаких. Ждем тест 28-911. Уход наверх. Откат. И покупаем. Цель максимум 2 недельных зоны. Недостатки. Продвинутый средний ход. Отсутствие информации. Убытки по опционам. 0-1 риск. Достаточно. По толпе глобально ничего не изменилось. Вероятность сбора стопов как сверху, так и снизу присутствует. И это могут быть два разных способа. Первый это вверх, вниз. И потом будем ждать пробития этого максимума. Откат в лонг. Либо же вниз, вверх. Не нужно уже ждать пробоя нового максимума. Ждем пробоя максимума вчерашнего дня. Откат. Вход в лонг. Вот две идеи на покупку. О продажах пока не думаем. Далее. Астралиец. Сейчас объемы теперь помогают нам. На вчерашний день они мешали серьезно. Сейчас объемы находятся вблизи зоны 1,4. Я имею ввиду объемы контракта. Паттерн именно здесь будем искать. Любые другие дробные зоны нас не интересуют. Потому что это будет продажа в объемы. Поэтому только на четвертинке. Цель минимум 2 недельных зоны. О покупках будем думать после закрепа либо выше четвертинки. Либо 1,2. Поэтому только в лучшем случае на завтра. Покупки какие-то рассматривать. По толпе здесь для продаж все очень и очень неплохо. Стопики также довольно близко к четвертинке находятся. И вот наверное было бы знаете как приятно. Небольшое обновление минимумов. И потом подойти к вот этим стопикам. И тогда у нас и объемы четко попадут. Да давайте. Вот прям вот это была бы идеалка. Но даже при этой идеалке отсутствие информации мешает полноценно работать. Поэтому риск сокращаем и оставляем для себя его 0,5 максимально возможным. Новозеландский доллар продолжается. Классный хороший технический тренд. По марже теперь у нас тут тоже проблем нет. Обратите внимание мы закрылись вчера ниже чем недельная контрольная зона. Поэтому теперь у нас ограничений тут нет. По марже абсолютно никаких. Так что еще какие у нас. Все. По новозелу можно работать в полную силу. Поэтому давайте я точно все подстрою. Точно все подстрою в полную силу. И попытаемся найти. Так. Вот здесь неприятный момент. На Америке все-таки вчера поторговались объемчики. Но вот следующий нюанс. Это вот между четвертинкой и золотой четвертинкой. Какие-то есть скопления объемчиков. Вот мы на них внимание обратим. Вот отсюда. На продажу при формировании паттерна 0,5. Тиран 1 риск. Цель минимум 2 недельных зоны. Данные по толпе по новозелу не мешают. Есть шанс на откат. Есть стопы сверху. Общий набор покупателей. Все это говорит о том, что желательно сейчас продавать. И сигналов на сокращение риска нет. Японская иена. Так. Готовимся к паттерну. Если мы прибьем вот эти максимумы вчерашнего дня. На коррекционном откате. Покупаем. Цель 157.79. 158.0.13. И 160.813. Это первая идея в лонг. Она неплохая. Недостатков нет. 0,25 мы работаем. Так как это все-таки контртренд к среднему сроку. Теперь по среднему сроку. Если тест 1-2 сегодня произойдет. Да нет. Объемы сильно низко. Давайте средний срок оставим только уход ниже. Если. Вот такую формацию. Все. И покупки и продажи по иене у нас есть. Возможно. Ждем формирование одной из этих двух идей. По толпе по японской иене больше напрашивается движение вниз. Вниз. Да. Ну то есть смотрите. На покупку можно все-таки немного риски сократить. Совсем немного. Я бы сказал. Канада. Продолжается лонговый тренд. По технике проблем нет. По марже смотрим. Удержание есть. Проблема есть. Максимальный резонанс. Значит у нас 0,25. Здесь берем. Да. Так. Что у нас еще тут есть. Объемы усиливает зона 1,2. Лучшим решением будет зайти в позицию именно с максимально глубокой коррекцией. Да. То есть вот отличия даже по некоторым инструментам. Наглядайте. Где-то мы ждем глубокую коррекцию. Где-то мы ждем маленькую коррекцию. Если это пойдет все относительно доллара. Будет какое-то локальное ослабление доллара США. И не будет такой глубокой коррекции. Как мы ждем по канаве. И где-то вот здесь будет нарисован паттерн. Вот такой раз паттерн нарисовался здесь. Плюс-минус в этот же момент на вот таком процентном ослаблении доллара. У нас произойдет вот такой откат по Ауди. Так конечно я буду лучше работать по Ауди. По причине того, что здесь находятся еще и объемы. Которые косвенно усиливают тот или иной диапазон. В данном случае дробную зону 1,4. По Канаде же нет этого усиления. Если же пойдет какое-то более глобальное ослабление доллара. В процентном отношении мы свалимся куда-нибудь вот сюда. И в этот же момент по Ауди мы пойдем куда-нибудь вот сюда. То конечно же выбирая из двух инструментов. Я конкретно в данном случае при двух идентичных паттернах, направленных в одну и ту же сторону под доллару. Я конечно выберу Канаду. И именно относительно вот этих моментов каждый из вас точно так же должен смотреть и выбирать где меньше зло есть. Где меньше проблем есть. Где больше плюсов, нежели минусов. Но вот по Канаде вот эту идею берем. Цель максимум для недельной зоны. Недостаток удержания недельки. Сказал больше недостатков нет 0,5 риск. Швейцарский франк ничего не изменилось. На 1 и 2 ждем паттерн. При его появлении 0,25 риском работаем на продажу. Снижение риска связано с ликвидностью данного инструмента и отсутствием информации. Нефть марки WTI. Продолжается падение нефти. Есть информация. Все хорошо. Так, зон нет у меня. Сейчас исправим. Но опять же, понятна суть. Работаем на продажу. Из диапазона выгодных цен. И четвертинка будет максимально интересной. Так как вот здесь есть какие-то объемчики. То есть зонки я чуть попозже отправлю. Проверю, что там с программистами. А вообще вот такая формация у нас основная. Золото. Шартовая тенденция. Объемы поднялись. Объемы контракта поднялись. Опять же, обращая внимание, декабрьский контракт. Он по своим объемам пока очень маленький. Очень маленький. Но открытый интерес максимальный. Можно смотреть все-таки августовский. Если по августу, то у нас с точки зрения объемов давайте глянем. Они внизу пока еще. Ребята, у меня долго грузится. Опять же, это мобильный интернет. Но само усиление четвертинки есть и там, и там. Есть удержание недельной зоны. Есть сама по себе продажа золота. Есть отсутствие информации. Поэтому риски по золоту минимальные в любом случае. Серебро. Локальное обновление минимумов в режиме онлайн у нас происходит. Объемы, хоть и не максимальные, но вот где находятся. Вблизи четвертинки. Поэтому вот что-то подобное. Будем пытаться работать на продажу. Риски такие же минимальные. Пройдены на средний ход. Информации нет. Продажи серебра и так далее. Так. Здесь у нас что это? Медь по меди-шорп. По меди-шорп. Неприятные объемы появляются. Поэтому, чтобы шортить, я бы ждал еще небольшого обновления минимума. И вот так работал на продажу. Вот этих, хоть и не максимально, но довольно крупных объемов, которые мы видим. Плюс-минус по котировке 4.18.03. S&P-шорт. И, в принципе, первая идея четвертинки. Здесь у нас вот уже объемы. Вот она, первая идея. Вторая идея чуть выше от объемов импульса. Но, опять же, нужно ждать изменения ДПОК. Цель минимум 2 недельных зоны, вплоть до золотой работы. Обсутствие информации продажи индекса риска 0.25. Большую часть кроем по цели 1. Дальше объемы контракта. На второй и третью цель оставляем меньшей части. NASDAQ. Отменяем вот эту идею. Несмотря на то, что объемы у нас сюда перетекли, внутридневная появилась слабая. Ее не работаем. Говорить о средней сроке из текущего диапазона можно будет только после отработки 1.2. Это если говорить про сегодня. Либо на завтра после отмены. Внутридневной. Вот такие две формации. Риски тоже небольшие. Тут еще и пройденный средний ход. Цель минимум 2 недельных зоны. Дон Джонс. Ничего не изменилось. Вот четвертинки. Какие-то объемчики тут есть. Зеркалочка. Отсюда работаем. Продажу теми же минимальными рисками. Цель минимум от 19-го плюс 2 недельных зоны. Доллар, рубль. Ничего интересного. Пока рекомендую подождать. Мексиканец. Ждем тест 1.2 или отмена внутридневной. Тут тоже ничего не поменялось. И по газу. Отмена паттерна на продажу его и не было. И здесь хорошая внутридневная. Вот такую формацию можно будет поработать. И 0.25 риск я бы брал при покупке от зоны 1.4 красного цвета. По кроссам также быстро пробежимся. Евро фунт. Ничего не изменилось. Ждем тест 1.2 оттуда. Только продаем. Евро ауди. Ничего не изменилось. Только лонг. Новые цели. Новый максимум. Пытаемся достичь. Ждем паттерн в диапазоне. Евро иена. Отмена внутридневной. И в принципе можно уже вот так пытаться что-то поработать. Аккуратненько. Внутридневной отменили. Все. Ждем шорт. Тест 1.2 не обязательно. Евро канада. Между четвертинкой и точкой техслона. Мы ищем покупку риски. Сокращаем. Пройдем средний ход. Фунт иена. Кто вчера заходил. Я заходил в позицию. Первый тейк зафиксировали. Второй. У кого безубытка не выбило. Держим тейки. Опять же плюс-минус там же. Но лучше поставить второй. 190-799. А третий тейк брус пока куда-нибудь на 195-60. Появится точная котировка зоны. Его подкорректируем. Я вот здесь вчера забрал этот кусочек. Немного 160 пунктов. Но тем не менее твои честные законные пункты по паттерну. Риски сокращались. Так как не было информации. Но все остальное здесь было неплохо. Нам для кроссов с 0.25 риском работать это адекватно. Ауди Канада ничего не изменилось. На коррекционном откатящем шорт. Ауди Йена отменилась внутридневная. Да, паттерн хороший. Пропустили. Но внутридневная. Закон не торгуем. Вот такую идею сейчас будем пытаться реализовать. Ауди Йена. И сделка, которую я открыл сегодня. Это Ауди НЗД. Это идея вчерашнего дня. Наждали пробития минимумов. Утром посмотрел. Все четко. Открыли. Короткий стоп. 15 пунктов. Первый тейк 50. Второй 77. Третий тейк 137 пунктов. Вот здесь сделку я открыл. И Канада, Йена внутридневная себя не отработала. Паттерна никакого тут не было. Одну вторую теперь нам ждать не нужно. Точка тех сломана одной второй. Поэтому между четвертинкой и золотой четвертинкой ищем новую точку входа в шорт. Цель минимум 2 недельных зоны. На этом у меня все. 13 минут. Всем поменьше стопов. Максимум прибыли и профитов. С вами был Евгений Каташов. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok